Заглянули в мир взрослых. В микрорайоне просторный для детей от 5 до 12 лет прошел очередной этап детской городской игры «За руку со взрослым». Проект появился в июне 2015 года. С тех пор малыши успели побывать в цирке, на главпочтамте, в пекарне. В этот раз организаторы решили познакомить юных ивановцев с профессией строителя. Эта игра нужна для того, чтобы детки посмотрели, что это из себя представляет. У нас целая серия игр, и каждое первое число месяца мы рассматриваем определенную профессию. Глобально это нужно для того, чтобы детки увидели все многообразие профессий. И им, возможно, это поможет в будущем определиться с выбором своей жизни. На маршрутных листах обозначено 11 станций. Хочется почувствовать себя маляром? Пожалуйста, вот валик, вот стена, крась. Забить гвоздь? И для этого есть отдельный этап. И даже доска кирпичей здесь не тяжкий труд, а очень веселое развлечение. Нет, не сложно, легкие кирпичи. Когда я носила, у меня кирпич не раскололся, даже когда я его кинула. Тут, может, ничья часто бывает в кирпичей, потому что одинаково носят, кидают их. Родители такому развлечению для своих чад не нарадуются. Говорят, познавать мир ребенку лучше с малых лет. А эта игра дает отличную возможность расширить кругозор. А дети, в свою очередь, могут почувствовать себя настоящими строителями, совсем как взрослые. Я из тех родителей, кто разрешает, да, немножечко, может быть, то, что немножко опасно. Я считаю, что это здорово, давать детям возможность самостоятельно, да, окунуться в профессию. И, возможно, действительно, благодаря тем играм, в которые мы участвуем, моя дочка выберет свой жизненный путь. Надеюсь, это будет не строитель, конечно. На этапе под названием «Сантехник» задание у ребят на первый взгляд несложное. Выбрать нужный кран и пустить по трубе воду. Вот только чтобы справиться с этим, придется потрудиться. Кранов много, а тот самый, который даст сигнал всей системе – один. Но в итоге задача решена. Импровизированное водоснабжение восстановлено. Нам очень нравится, очень познавательное, очень интересное. У организаторов столько фантазии. Это необыкновенное мероприятие, которое они придумали. Я здесь видела тракторы, и вот они мне понравились, потому что там дают рулить. И еще мне понравились вот эти вот сантехники. Организаторы рассказывают, до 2017 года берут паузу. Поэтому сентябрьская игра стала неким итогом целого сезона. В новом году обещают сделать проект более ярким и интересным. Тем более, что с каждым разом мероприятие собирает все большее количество ребят, готовых за руку со взрослым, познавать окружающий мир и учиться чему-то новому.